От радиомодели самолета до настоящего воздушного лайнера. Именно так можно описать выставку АКТО. Свои технологии здесь показывают не только университеты и авиационные заводы, но и юные авиаконструкторы. Самолеты, беспилотники, вертолеты и все, что нужно авиационной промышленности, здесь буквально на каждом шагу. Казанский федеральный университет также активно работает в этом направлении и создает технологии, способные помочь покорить небо. Казанский федеральный университет занимается не столько подготовкой инженерного производства, а именно готовят исследователей, которые занимаются разработкой новых технологий. И вот в этом плане у нас, конечно, представляемость технологии, это вот аддитивные технологии для машиностроения, для авиации в том числе. Казанский федеральный университет, конечно, не создает самолеты. Вместо этого инженерная задача ВУЗа – это создание автоматизированного транспорта роботов системы «Умного города». А сотрудничество с представителями авиапромышленности ведется в сторону модернизации существующих технологий. Все наши институты в какой-либо мере все-таки задействованы и на авиацию, и на производство. То есть мы сейчас стремимся, чтобы наши разработки научные быстрее доходили до предприятий. И вот именно показывая здесь, мы пытаемся это сблизить и постараться ускорить, например. Вот как применение аддитивных технологий позволило, например, для изготовления пресс-форм сократить, скажем, с шести месяцев о своей детали до двух месяцев. Олег Кашин, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс.